МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Даже к каникулам здесь инновационный подход. Впервые в гимназии интерес заработал лагерь-интеллект-центр для мотивированных на успех детей. Кроме развлечений, классических для летнего лагеря в программе занятия по углублённому изучению отдельных предметов. Тимофей Тормышов серьёзно заинтересовался физикой. Новые для себя грани науки открывает в интеллект-центре. У нас в основном занятия по физике и математике. На математике мы развиваем логику и мышление. На физике решаем задачи с формулами. И я узнаю для себя много нового. Того, что мы не проходили ещё в школьное время. Сегодня мы на физике пошли на улицу и выясняли, разве разные физические явления находили в живой природе. Из школьников гимназический лагерь воспитывает будущих победителей Олимпиад и успешных в науке людей. Делает это в лучших традициях проекта «Новая школа». Увлечение предметом проходит нестандартно для обычных школьных уроков. С помощью игр, с помощью особенных каких-то занятий, например, эксперимента. Они погружаются в предмет, решая таким образом задачу интеллектуальную для себя. То есть они узнают много нового. И нового не в рамках предмета как такового учебного плана, но и шире. Намного шире. То есть это олимпиадные задания, это задания интеллектуального характера, даже институтские задания есть, которые дети решают. Пока школьники занимаются интеллектуальным отдыхом, этажом выше Общественный совет федерального проекта обсуждает, как новая школа может качественно изменить систему образования. Все силы должны быть брошены на повышение мотивации ребёнка к получению знаний. Эта мысль красной нитью прошла через встречу. Сегодня мы обсуждаем различные темы, как помочь педагогам, детям и нашим родителям вместе получить тот результат, к которому мы стремимся. Результат – это та личность, которая, заканчивая образовательное учреждение, обладает объёмом знаний, позволяющим ему найти в этом современном мире то место, которое позволит ему быть успешным человеком. Миссия «Воспитать успешных людей» лежит на педагогах. Чтобы справиться с ней, они должны непрерывно развиваться. Также проект требует изменить модель отношений между учителем и воспитанником. Наставник должен стать для ребёнка партнёром по учёбе. У нас дети, к сожалению, зачастую не умеют говорить. Они стали меньше говорить. Они сложнее выражают свои мысли. И действительно, здесь задача учителя в большей степени настроить взаимодействие, проектную работу, какое-то конструктивное взаимодействие с учениками так, чтобы они были готовы к открытому диалогу и чтобы они повышали свою мотивацию. Чтобы уровень школьных уроков заметно подрос, педагогам нужно больше времени на прямое общение с воспитанниками. Выкроить его можно, освободив учителей от львиной доли бумажной работы, уверена Наталья Киселёва. Это один из шагов, который система образования должна следующим сделать вместе с проектом «Новая школа». Дарья Борисова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичёва. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.